Слышно? Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада вновь с вами пообщаться на тему, которую мы затронули еще на прошлом вебинаре, будем говорить о культуре речи. Но сегодня несколько иной аспект, но также в этом ключе. Это этикетные формулы в речи детей дошкольного, младшего, школьного возраста. Продолжение нашего разговора. Но когда мы слышим слово «этикет», «этикетное», вот здесь, наверное, сначала мы транслируем это по отношению к себе. То есть вообще, что такое этикет? Соблюдаю ли я этикет? Как я коммуницирую с окружающими? И как педагог, как воспитатель, как учитель я прививаю, показываю, знакомлю детей с этикетными формулами? На чем мне хочется остановиться? Немножечко теории, затем мы с вами будем, я надеюсь, коммуницировать очень плотно. И, конечно же, методические рекомендации тоже, они прозвучат на вебинаре. Что такое культура речи? Культура речи. Мы в прошлый раз, кто был с нами, очень плотно и очень подробно говорили об этом явлении, давали различные трактовки. И вот культура речи включает три аспекта. Нормативный, коммуникативный и этический. Нормативный – это соблюдение норм литературного языка. Коммуникативный – это то, как мы выстраиваем свою речь, как мы выстраиваем процесс общения. И вот сегодня мы будем с вами сконцентрированы на этическом аспекте культуры речи. Что такое этический аспект культуры речи? Это то, что предписывает знания и применение правил языкового поведения в конкретных ситуациях, предусматривающих соблюдение речевого этикета. Включает речевые формулы приветствия, просьбы, благодарности, поздравления и прочее. То есть мы всегда с вами находимся в определенных речевых ситуациях. И вот здесь мы сами, как пример, транслируем свое поведение, и ребенок учится на нашем примере. То ли мы в роли учителя, то ли мы в роли родителя, он наблюдает за нами, и, безусловно, мы постепенно включаем в этот процесс наших детей. Каждый из нас абсолютно хотел бы и хочет, чтобы, общаясь с ним, соблюдали и речевые нормы, да, и этикетные нормы. Безусловно, мы этого хотим в любых условиях, потому что нам так комфортно, нам так удобно, нам так приятно, вот, и процесс коммуникации в этом случае, конечно же, он продуктивен. Так вот, слово «этикет», да, вообще слово «этикет», речевой «этикет», здесь, опять же, много разных подходов, трактовок, и ученые предлагают свои трактовки и методисты, и педагоги, и психологи. Ну, вот такая вот общая картина, да, здесь вот на слайде я разместила. То есть обобщенно, «этикет» — слово из французского языка, буквально, если обращаться к этимологии, означает «этикетка». Это совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям. Обратите внимание, вхождение с окружающими, формы обращения, приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежды. То есть это есть все «этикет». То есть не только наша речь, но и наше поведение, но и наша невербальная коммуникация, и наша манера и говорить, и держать себя, и, конечно же, «этикет» проявляется в одежде. То есть это все связано с уместностью ситуации общения. Следующий аспект. Речевой «этикет» — это не только система вербальных единиц, это формула хорошего тона, обеспечивающая комфорт в общении, поскольку они способствуют установлению доброжелательных отношений. Очень важно, чтобы общение складывалось в доброжелательной атмосфере, для того, чтобы мы получали положительные эмоции и отклик у собеседника. Это очень важно. Следующий момент. Речевой «этикет» — это также элемент национальной культуры, вырабатываемой народом не одно столетие. Вот все эти три определения, они, наверное, и дают такое емкое представление о речевом «этикете». То есть это и вежливость. Но не показная, а все-таки внутренняя. То есть постепенно мы приходим к такой внутренней культуре. Это важно. Какое-то время, может быть, мы можем притворяться и соблюдать «этикет», но все равно видно, какой ты человек, со временем где-то что-то проявится. Поэтому все-таки «этикет» — это и внутренняя культура. И очень важно, когда мы говорим о речевом «этикете» и прививаем это, знакомим с ним ребенка, конечно же, нужно учитывать национальную культуру, особенности национального металлитета, знакомить с теми культурными традициями, которые есть у того или иного народа, сопоставлять, проводить параллели. И все это показывает по взаимосвязи. То есть региональный компонент в этом ключе, он очень и очень актуальный. И здесь очень важно вот эту работу проводить буквально вот, так скажем, да, с раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. Замечательно, что если у ребенка и дома вот такая вот среда создана, где соблюдаются нормы «этикета» элементарно, да, приветствия, слова «доброе утро», «приятного аппетита», «спасибо, пожалуйста», и ребенок знает значение этих слов. Это все замечательно, это прекрасно. Но реальность, она, к сожалению, у нас не совсем такая, да, идеальная, и очень часто получается так, что только в дошкольном учреждении и дальше уже, да, в школе ребенок знакомится с правилами «этикета», с нормами «этикета», и здесь большую функцию, большую роль, конечно же, выполняют педагоги. Ключевое слово, ключевое слово здесь «вежливый». Оно образовано от вышедшего из употребления слова «вежа», то есть было слово «вежа» раньше, да, я на протяжении вот сегодняшнего вебинара буду обращаться к лексическому значению слова, к этимологии слова, и призываю вас, уважаемые педагоги, в диалоге с ребенком тоже в такой доступной форме, в соответствии с его возрастом, обязательно обращать внимание и на лексическую составляющую, то есть значение слова, да, ребенку объясняет, не просто правило, почему мы употребляем то или иное слово, ну что оно обозначало раньше, какой смысл вкладывается и вкладывался в это слово, то есть вот эта историческая справка в доступной форме, в доступной и адаптированной возрасту, да, ребенка форме, она обязательно должна быть, чтобы у него было представление, то есть каковы корни, да, каково происхождение, какова этимология того или иного, допустим, выражения, да, так вот слово «вежа», оно было до определенного времени, что означало «знаток», первоначально означало «опытный», «знающий человек», но затем значение, да, уже переросло во что? Вежевежливый, то есть какой? Воспитанный, обходительный, и у нас в языке появилось слово «невежа». Сейчас оно используется активно в современном русском языке, а вот «вежа» мы уже не используем, да, отдельно, то есть оно стало устаревшим словом. «Невежа» — это невоспитанный человек, хам в группе «Ян». Так вот, речевой этикет — это некий свой свод правил и рекомендаций о грамотном речевом поведении прежде всего. То есть я знаю, какие речевые формулы, этикетные формулы употребить в той или иной ситуации, я знаю, когда я взрослею, уже понимаю, что вот есть собеседник, да, есть тот, кто задает вопросы, есть старший, есть младший, есть мужчина и женщина, гендерные особенности. Поэтому вот каждая этикетная формула, она должна быть употреблена к месту, и этому ребенка нужно учить, показывать на примерах, чтобы у него был вот этот арсенал этикетных формул на все случаи жизни, чтобы он умел ими пользоваться. Ведь мы все хотим видеть вокруг такое культурное общество, и мы хотим все-таки, чтобы к нам обращались тоже, да, на должном уровне, уважительно. Поэтому то, вот что мы заложим сейчас в дошкольных заведениях, в школе, то, в общем-то, мы и получим таких людей, в скором времени мы и получим. Поэтому здесь, в общем-то, перед нами стоят очень большие задачи, и над этим важно работать. И одним из ведущих принципов коммуникации является, конечно же, принцип вежливости. Об этом говорят многие ученые, психологи, педагоги. И вот, например, по Джону Личу, это ведущий принцип, да, вежливости, он включает определенные максимы. Максимы — это правила, это постулаты. Им, конечно же, нужно следовать, прежде всего, взрослым людям, да, то есть мы как пример, мы транслируем эту культуру в детскую среду. Так вот, максимы следующие. То есть мы начинаем с себя, с работы над собой, уважаемые коллеги. Максима такта, тактичность, что мы говорим, да, это максима границ личной сферы, то есть соблюдение дистанции между участниками разговора. В чем она заключается? То есть нужно делать коммуникативную цель собеседника, нельзя, вот что хотел сказать, нельзя делать коммуникативную цель собеседника предметом обсуждения. То есть это допустимо лишь в том случае, если эта цель им эксплицитно, то есть открыто обозначена. То есть, например, нельзя задавать неудобные вопросы, некорректные вопросы про личную жизнь, про зарплату и так далее. То есть если он сам, собеседник ваш, захотел об этом говорить, тогда, конечно, мы его поддержим. А так, если мы это не соблюдаем, то мы нарушаем максимум такта. Максима великодушия — это не обременение собеседника, она предохраняет его от доминирования в ходе коммуникативного акта. То есть каждый собеседник должен иметь возможность высказаться, и таким образом нам становится комфортно, да, то есть мы должны и говорить в меру, и уметь слушать, чтобы состоялся диалог. Когда кто-то доминирует и не даёт возможности другому высказаться, диалог становится неполноценным. А кто-то просто докучает, да, ему скучно, он хочет сообщаться, и это тоже есть условие некомфортное. Максима одобрения — это максима позитивности по оценке других. Вообще на мир нужно самим смотреть позитивно и учить этому детей. То есть в любом, даже в каком-то негативном поступке, в негативной ситуации, может быть, мы в этом человеке, там что-то нам не нравится, то нужно постараться увидеть позитивное, что-то хорошее. Вот с этого нужно начинать. Даже когда мы, например, проводим анализ урока, мы всегда начинаем с положительного, да. То есть всегда и во всех, и во всём, и в любой ситуации нужно уметь видеть позитив, и этому нужно учить наших детей. Таким образом происходит становление социального иммунитета, да, и вырабатывается, как говорят, первичная жизнестойкость и вторичная жизнестойкость. Так вот, есть очень хорошая пословица. Не судите, да не судимы будете, не осуждая других. То есть мы всегда должны видеть что-то хорошее в человеке, не негатив, а позитив. И дальше. Максима скромности. Это максима неприятия похвал в собственный адрес. Потому что может сложиться ситуация такой завышенной похвалы, которая вот не приведёт к искренности, да. Завышенная похвала — это не есть как бы хорошее условие коммуникации. Максима согласия. Это максима неопозиционности. Предполагает отказ от конфликтной ситуации во имя решения более серьёзной задачи. Ну, у нас очень много пособий, учебников по конфликтологии, это уже область социологии. Тем не менее, мы должны уметь так устанавливать, да, контакт, чтобы не создавалась такая конфликтная ситуация. То есть неопозиционность. Это очень важно. Даже если вы не согласны с какой-то точкой зрения, мы всегда выстраиваем наш диалог так, что мы выслушиваем собеседника, да, и потом уже очень мягко переходим к своей позиции. Максима симпатии. То есть благожелательность создаёт благоприятный фон для перспективного предметного разговора. Это улыбка, это соответствующие слова, соответствующая интонация, наша эмоциональность. То есть вот это всё есть максимум симпатии. Таким образом, из этих шести максим у нас и складывается принцип вежливости. Это основной принцип коммуникации. Уважаемые коллеги, хотелось бы остановиться. Безусловно, многое вам известно, но тем не менее, вот с детьми нужно начинать разговор всегда с историей. История – это очень важно. То есть история этикетных речевых форм. То есть, ребята, почему мы говорим «здравствуйте», да, к чему восходит это слово, или «спасибо», или «благодарю». То есть работа над значением слова, очень внимательное отношение к русскому слову. Здесь можно проводить параллели, если ребёнок билинг, да, узнает, допустим, два языка, или он вообще полилингвальная личность, несколько языков всегда можно проводить параллели между языками, да, которые известны ребёнку, между культурами, которые известны ребёнку, чтобы происходило вот такое обогащение, насыщение, чтобы он внимательно относился к слову, а дальше уже к культуре и к своему народу. То есть через слово мы идём. Ну вот, например, слово «здравствуйте», да, это повелительная форма глагола, которая сформировалась ещё к концу XVII века из описательных оборотов, типа «повелеваю тебе здравствовать», «здравия тебе желаю», «здравствуйте же многие лета», находим уже в рукописи 1057 года, это самое древнее дошедшее до нас пожелание нашего предка. Ну, то есть буквально «здоровья тебе я желаю», поэтому очень важно воспитателю, педагогу, да, вот даже фонетически, амфоэпически мы должны чётко говорить «здравствуйте», глядя в глаза, с улыбкой, не просто «здрастесть», вот, то есть это всё очень важно. Дальше появились уже, да, мы знаем нашу историю, и мы знаем Петровские реформы и так далее, появились такие вот слова, как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», то есть они опять-таки вошли вот в нашу культуру. Слово «прощайте», то есть «разреши», значило «смени с меня вину», «отпусти меня свободным», чтобы в дальнем пути я не чувствовал неудобства и горечи. То есть доступно, это детям тоже нужно объяснять. Очень интересное слово «пожалуйста», оно произошло от слова «пожалуй», то есть «подай», «пожалуйте», «пожалуйте в дом». Вот этот глагол «пожаловать» имел несколько значений, например, «пожалеть», «помиловать», «простить», «почтить». И вот в XVIII веке «пожалуй» стало употребляться как водное слово со значением неуверенности. Так что выражение вежливой формы должно было тоже изменяться. И вот сейчас у нас в русском языке, в современном русском языке, у нас слово «пожалуйста» вообще является уже водным словом, да, в основном у нас мы, то есть преимущество – это водное слово, которое мы выделяем на письме запятыми. То есть вот такая вот трансформация, она происходит, что закономерно. И предполагается, что слово «пожалуйста» образовано с помощью усилительной частицы ста, происхождение которой неясно. Вообще этимология, она очень часто бывает затемнена, но так или иначе мы должны обращаться к этимологическим словарям. Вот есть, например, очень хороший этимологический словарь для младших школьников под редакцией «Волиной». Он такой тематический по блокам. И обязательно, вот, чтобы было внимание ребенка к слову, мы обращаемся не только к лексическому значению, но и к этимологии слова, что важно, должно быть важно, уже начиная с детского сада. Вот. И предположение, то есть есть такое, то ли это древняя форма глагола «стать», да, «ста», то ли сокращенное произношение слова «суды». С точки зрения современного языка, то есть будь милости, будь добр, пожалуйста, да, именно в таком значении, в таком контексте, да, мы употребляем это слово. Ну, вот здесь вот «спасибо», да, вы тоже можете мне в чате писать. «Спасибо», я намеренно не стала расшифровывать. Было выражение «спаси тебя, Бог». Со временем произошло вот это стяжение, это процессы языковые, потом стали говорить «спаси тебя, Бог», и потом получилось «спаси Бог». То есть такое, в общем-то, ну, обращение, да, высокое, да, высокое «благодарю» и «оберегаю тебя» в том числе. Поэтому это слово действительно волшебное, здесь заложен в глубокий смысл, здесь заложены, ну, такие вот даже особенности культуры, да, русской культуры. Не случайно, вот дальше я привожу слово «благодарю» и сразу же пословицы, вообще пословицы, поговорки, фразеологизм, их тоже нужно актуализировать и вводить в речь детей, объяснять им значение, да, этих выражений, чтобы вместе мы думали и назначением слова думали, и старались употребить пословицу, поговорку и фразеологизм, потому что это ценность. Это ценность вообще с точки зрения постижения, культуры, здесь можно тоже проводить параллели и с другими языками, если ребенок и воспитатель, педагог владеет этими языками, это всегда и замечательно, и хорошо. Так вот, «благодарю» от русского «благодарствую», то есть приношу благодарение, благодарить того, кто оказывает тебе благодарение. Что такое «благодарить»? Что такое «благодарение»? Благо – это добро, это есть хорошо, да, слово такое очень высокое, да, колоритное, то есть здесь есть старославянские элементы, благо, благодеяние, да, посмотрите, какие высокие книжные слова. «Благодеяние помогает управлять людьми», то есть что это значит, о чем это? «Благода», «благородный человек не помнит старого зла», тоже порассуждать, «великодушный, весь мир родня». Что значит «великодушие», «величие души», да, «душа», «сердце», «внутренний мир» тоже есть над чем порассуждать с ребенком, и у них тоже будет свое понимание, где-то мы их направим и объясним, и таким образом здесь и формируется словарный запас, и, конечно же, картина мира, которая постепенно расширяется у ребенка, его мировосприятия, мировоззрения, потому что очень важно вообще, понятно, что есть семья, это изначально, это первоначально, это слово, но есть и те люди, которые, как мы сейчас говорим, наставники, воспитатели, педагоги, то окружение социальное, в котором находится ребенок, они, и очень важно, когда оно обладает вот этой высокой культурой, когда оно тебя ведет, когда оно тебе дает вот эту полезную пищу, которая формирует твое мировоззрение, мировосприятие, поэтому здесь мы можем такую значительную лепту внести, конечно же, в сам процесс воспитания и становления личности ребенка. Извините, это не просьба обращения, это значит, не поставьте в вину, то есть не обвиняйте, да? Вот еще очень важный момент, то есть мы можем не только посмотреть на этимологию отдельно этикетных слов, этикетных формул, но мы можем посмотреть на историю этикета с точки зрения употребления приветствий в прошлом, да? Может быть, такая хронология, как это было в 17 веке, в 18, 19, 20, 21, да? Как это сейчас? Вот, например, замечательный знаток русской речи, Владимир Иванович Таль, мы все о нем прекрасно знаем, привелся в сборники пословицы поговорок, немало приветствных форм, которые были приняты в России в прошлом. Посмотрите, как интересно, тоже это можно доступно детям объяснять, как это было вот исторически. Здороваясь заканчивающими жатву, говорили, с двумя полями жатвы, с тремя засеянными. Свеженько тебе, здороваясь девушка, которая черпала воду, хлеб да соль, или чай да сахар, говорили, едящим или пьющим. То есть на каждую ситуацию жизненную, на каждый случай было свое приветствие. И не только приветствие, был свой ответ. Например, когда женщине, занятой дойкой, говорили, море под коровой, у нее на готове уже был ответ, река молока. Рыболова приветствовали, улов на рыбу, наварка на ушицу, отвечала. Женщине, которая месяц хлеб желали, спрынья в квашню, спрынья – это удача. 100 рублей в машну был ее ответ. То есть машна – это что? Это сумка, да, котомка. Вот здесь можно и поработать, опять-таки, лексическим значением слова. Если дети младшего возраста, да, школьники, здесь можно и показать картинки, как это было, быт. Вот здесь очень много выходов, вот таким образом, вот рассматривая через картинки, через слайды, может быть, какие-то фильмы, вот такие вот вещи, мы опять-таки можем более глубоко посмотреть и всесторонне посмотреть на историю речевого этикета. И вот вопрос к вам, уважаемые коллеги, мне очень хочется, чтобы вы в чате написали, да, ну, вот такой вопрос, во-первых, нужно задать себе, то есть какими речевыми формулами вы пользуетесь в течение дня, чтобы выразить похвалу, одобрение по отношению к ребёнку, может быть, к своему ребёнку собственному, а может быть, к тем детям, которые есть в вашей группе, в вашем классе. Вот такой вопрос вы себе задайте, пожалуйста, и ответьте хотя бы мысленно или в чате напишите, да, то есть какими речевыми формулами я пользуюсь в течение дня, этикетными формулами, и много ли у вас таких слов в запасе? Слов, словосочетаний, выражений, которые формируют речевую культуру, которые связаны с этикетом. Замечательно, спасибо за обратную реакцию, очень хорошо. Я, да, вижу ваши ответы. Ну, здесь несколько значений на самом деле у слова «споранья», да, вижу. И то значение, которое вы приводите в чате, конечно, оно тоже есть. У нас есть слова «аммонимы» в русском языке, которые имеют совершенно разное значение. Есть явление полисемии, многозначность и так далее. Вот, я вижу, значит, здесь уже оценки. Какой ты молодец, молодец, умница, умничка, да? Как ты хорошо с этим справился? Замечательно. И очень хорошо, что у вас, видите, позитивная оценка, положительная оценка. То есть, когда мы хвалим ребенка, его, допустим, у нас какие-то одобрительные оценки, да, звучат из взрослого. Таким образом, мы тоже формируем его самооценку, да? Это очень хорошо. Хорошо, мое золото, это к себе, к ребенку обращайтесь. Хорошо. Ну вот, посмотрите, не так много вы мне написали. Много ли у вас таких слов в запасе? Хорошо, будь добр, подай, пожалуйста. Вот обратите на это внимание. Дело в том, что на самом деле очень важно иметь большой запас таких слов на каждую ситуацию и для каждого ребенка. Для того, чтобы они это слышали, для того, чтобы они это впитывали. У тебя все замечательно получилось. Хорошо. Вот давайте посмотрим. Я постаралась, я, конечно, все озвучивать не буду, то, что есть на слайдах, но на некоторые моменты хочу обратить ваше внимание, да? Этикетные формулы. Ну вот мы здесь видим. Спасибо, не за что, доброго здоровья, береги себя, заранее благодарю. Можно вас на минуточку, можно тебя на минуточку? Не могли бы вы помочь, не мог бы ты мне помочь. От всего сердца, от всей души, очень вам признательно, позвольте. Вижу, ответы замечательно. Пишите в чате, это хорошо. Давайте еще посмотрим. Этикетная форма. Вы очень добры, ты очень добрый, ты очень любезен. Я не хотел, чтобы так получилось. Разрешите. Я перед вами в долгу. Приветствую вас. Я не могу не извиниться. До завтра. Я не хотел вас обидеть, искренне вам благодарен. Мне очень жаль, стыдно, что так получилось. Всего доброго, всего хорошего, добрый вечер и так далее. Еще давайте посмотрим. До скорого свидания, до скорой встречи. Если вас не затруднит, если тебя не затруднит, простите, добрый день, надеюсь на скорую встречу. Если вам не трудно, разрешите, позвольте. Хорошо. Позвольте вас поприветствовать с прибытием. Я очень ценю твою помощь. Удачи. Извините, пожалуйста. Будьте здоровы. Мир вашему дому. Покажите любезность, услугу. Буду рад новым встречам. Этикетные формулы. Очень приятно. Рад знакомству. Посмотрите. Могу я попросить вас. Боюсь, я вас огорчил. Как поживаете? Примите мою искреннюю благодарность и многие другие. Посмотрите, как их много. Я сделаю все, чтобы это не повторилось. Вы оказали мне большую услугу. Еще продолжаю ряд. Я бы не справился без вашей помощи. Буду признательна, если вы или ты мне поможешь. Как мило с твоей стороны. Спокойной ночи. Приятного аппетита. Это обязательно. Всегда, везде. Вот. Еще посмотрите, как мы можем сказать. Мне кажется, что ты ошибся. Вот. То есть вводим, да, формулировку и поясняем. Ты не мог бы? Я советую тебе. Я думаю, что... Посмотрите, здесь уже появляется рассуждение. Да, то есть я не просто извиняюсь, я объясняю, почему и за что, например. Да. Или благодарю за что, за какие-то успехи. Тоже отмечаю, какие успехи. Не обижайся. Но твое сегодняшнее поведение нельзя назвать пристойным или там хорошим. Да. Почему бы тебе не попробовать что-то сделать? Тебя так интересно слушать. То есть всегда должно быть одобрение. Расскажи что-нибудь еще о своем новом друге. Это у тебя получилось замечательно. Да. Ну и подобные формулировки, они должны быть, безусловно, в речи воспитателя, в речи педагога, в речи родителя. Вот. И в этом контексте очень интересны книги Натальи Ивановны Формановской. К ним можно обратиться, полистать, почитать, да, что-то для себя, думаю, интересное вы найдете. Ну вот, например, коммуникативный контакт, русский речевой этикет, это лингвистические и методические аспекты. Здравствуйте. Вы сказали здравствуйте. Вот. То есть у Формановской очень много таких полезных работ, которые, я думаю, что можно почитать, посмотреть и что-то взять для себя, да, в работу. И вот очень интересно, я вот здесь вынесла на слайд, воспитателю, педагогу, рекомендует Наталья Ивановна Формановская, нужно обсуждать с дошкольниками следующие вопросы. То есть всегда должна быть рефлексия. Мы не просто говорим слова благодарности, да, слова поздравления, но вот даже элементарно умение поздравить, да, сначала устно, как мы называем это, здравиться, то есть тост застольный, да, или пожелание. То есть мы пришли на какой-то праздник, на какое-то событие, как устно поздравить бабушку, дедушку, друзей, там, друга, подругу, как в дальнейшем, когда ребенок уже осваивает грамоту, да, как письменно это выразить, как написать, как сказать. Без, скажем, подсказок интернета, хотя их много, но ведь приятно, когда поздравление адресовано именно тебе, и оно написано именно для тебя, человеком, который очень тонко чувствует, да, тебя, понимает тебя, и это очень приятно. Когда оно взято где-то такое традиционное, ну, ну, конечно, другое, и этому нужно учить, это тоже есть культура, этикет, ну, например, поздравления, да, этикетные формулы. Здравийцы. Так вот, возвращаясь к Наталье Ивановне Формановской, она говорит о том, что нужно обсуждать обязательно такие вопросы, то есть проводить рефлексию, анализ. Например, вспомни, не обидел ли ты кого-нибудь, не стесняйся извиниться, что ты почувствовал после того, как извинился, то есть об этом нужно говорить с ребенком. О каком слове ты будешь жалеть, если его не удастся вернуть? Ну, сразу вспоминаются, да, пословицы их очень много. То есть какое слово ты сегодня вот сказал, и о котором ты будешь жалеть? Случалось ли так, чтобы тебя обижал кто-нибудь, и что ты чувствовал при этом? Какие слова ты хотел бы услышать от обидчика? Какие вежливые слова ты будешь использовать, обращаясь к кому-нибудь с просьбой? Подари кому-нибудь улыбку, расскажи, как реагировали те, кому ты улыбнулся, что ты чувствовал при этом? Вот такие вроде бы простые вопросы, но они очень нужны в диалоге между ребенком и родителями, между ребенком и воспитателем, да, педагогом. То есть это рефлексия, которая помогает ребенку понять, да, зачем, для чего, почему. Ну и, в общем-то, глядя на эти вопросы, будучи уже взрослым, вот сейчас, я могу применить их в себе. И когда мы рефлексируем, значит, мы развиваемся, мы растем. Следующий момент. Очень важно обращаться, опять же, к пословицам поговорка о вежливости, об этикете. Должна быть работа над лексическим значением слова. Вот некоторые из них, здесь можно по-разному подойти, можно поработать над лексическим значением слова и над лексическим значением самой пословицы. То есть в какой ситуации мы ее применим, да, о чем она, эта ситуация. Вот. И можно пойти, опять-таки, как положительная оценка, отрицательная оценка, да, слова, речи, поведение человека. То есть разные могут быть подходы, но так или иначе, пословицы и поговорки фризологизма – это благодатный материал, с которым нужно работать. Потому что мы сейчас с вами понимаем, сама вот наша жизнь, вот эта мобильность, сама речь, тексты, они меняются, да. И для того, чтобы мы все-таки воспитывали культурного человека, владеющий нормами этикет и знающий их, без пословицы и поговорки, мы не можем обратиться. Это есть народная мудрость. И здесь опять мы можем, коллеги, проводить параллели между разными культурами, языками и находить эти точки соприкосновения. То есть, в принципе, мы видим, все истины, они одинаковые будут. Вежливость ничего не стоит, но много приносит. В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив, не спеши хватает ободрелуки. Ну, такие пословицы. Или, например, еще ласковое слово. Самому ничего не стоит, а другому много дают, да. То есть в какой ситуации мы это употребляем, о чем это. Доброе слово лучше мягкого пирога. Ласковое слово, что весенний день. Здесь сравнительные у нас есть обороты. Это воспитание и вежливость. Лавочки не купишь. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. Но здесь стоит работать, да, все-таки с детьми, вот, в языковом таком вот аспекте, в языковом контексте. Доброе слово железные ворота отопрет. То есть о чем это, да. Какие возможности дает доброе слово, вежливое слово. Ласковым словом и лед растопишь. То есть как нужно обращаться к близким. Какие мы ласковые слова знаем, с какими суффиксами, да, с какими коннотациями. А какие слова ты употребляешь, да, по отношению к ребенку. Какие слова ребенок, дети употребляют по отношению друг к другу. Вежливость открывает все двери. На добрый привет, добрый и ответ. Доброе слово и кошке приятно. Вот, плохое слово, что грязная вода. Ну, то есть, опять-таки, да, положительная оценка, отрицательная. Я взяла здесь пословицы в основном с положительной оценкой. Вот, можно построить это на контрасте, взять, наоборот, негатив и выйти на позитив. То есть по-разному можно это выстроить. Но ситуации, которые есть в пословицах, в общем-то, к ним нужно обязательно обращаться. И работать с ними. Следующий момент. Вот здесь я вынесла такие вот правила речевого этикета дошкольника, да. То есть вообще, конечно, все основы закладываются в семье. Элементарные формулы приветствия, того, как мы должны себя вести со взрослыми, да. В ситуациях различных. Мы пришли в магазин, мы пришли в больницу, мы пришли на концерт, мы пришли в театр. Или мы просто это поведение за столом, или мы пришли на день рождения. То есть вот есть определенные ситуации, есть определенные правила поведения, правила, связанные с этикетом, да, в одежде, в манерах. И, конечно же, это прежде всего этикетные формулы. Вот, и, конечно, это все, да, опять-таки, я говорю, закладывается с детского возраста в семье. Это как идеал. Но, когда ребенок приходит в детский сад, происходит процесс социализации. И сам воспитатель должен транслировать вот эту высокую культуру речи. Так или иначе, ребенок будет подражать. Так или иначе, вот это приятного аппетита он принесет и домой, и начнет это дома говорить, да. Поэтому очень важно вот такие точки расставлять правила речевого этикета дошкольника, да. Говорить людям при встрече слова приветствия. При этих словах, произносим их четко и громко, и с улыбкой, и открыто, надо улыбнуться, да, посмотреть в глаза человеку, в котором эти слова предназначены. То есть я действительно тебе желаю здоровья. А как мы говорим, вот слово и наши эмоции, которые мы транслируем во Вселенную, они потом к нам возвращаются. То есть я желаю здоровья тебе, он и придет ко мне, да. То есть об этом мы говорим с детьми, да, вот. Как мы ведем себя в театре, в музее, в кафе и так далее. При окончании встречи нужно говорить людям слова расставания. То есть до свидания, до скорой встречи, до скорого свидания, до новой встречи, да, вот. Ну, здесь очень много, может быть, вариантов, опять же. Следующий момент, да, немножечко тоже озвучу. Благодарить добрым словом спасибо и благодарю людей, которые сделали для тебя что-то хорошее или оказали помощь. Очень часто даже вот приходя в студенческую среду, удивляешься, когда уже люди, будучи взрослыми, да, или вообще уже взрослые люди, забывают сказать просто спасибо или благодарю. То есть нужно учить человека благодарить, да, за то, что тебе сделали что-то хорошее, сказали что-то хорошее, помогли. То есть спасибо, благодарю, это всё очень важно за ту пищу, которую, да, мы получили и так далее. То есть об этом нужно говорить с детьми. Обязательно говорить слово «пожалуйста», когда просишь людей о помощи, да. То есть формулировок очень много, и мы можем это вводить. В ответ на слово «спасибо» можно сказать слово «пожалуйста», чтобы показать тому человеку, которому ты отвечаешь, что ты с удовольствием оказываешь услугу и с радостью помогаешь ему. То есть это можно всё проиграть, да, показать. Благодарность, да, обязательно выражаем. И вот очень важно, посмотрите, говорит людям комплименты. Опять же, коллеги, задаём себе вопрос. Вот вам приятно получать комплименты от окружающих? Искренний, конечно же, комплимент должен быть искренний, да, априори. Вот, конечно, вы ответите, да, мне приятно получать комплименты. И второй вопрос. Вы можете тоже в чате писать, я надеюсь, что трансляция, презентация хорошая, меня слышно, да, реагируйте. Вот, и, конечно, мы хотим слышать комплименты. Во-первых, это повышает нашу самооценку, это улучшает настроение. И мы сами должны уметь делать комплименты. И вот вопрос второй. Часто ли я сама, да, или я сам, я делаю комплименты окружающим людям? Очень часто даже, вот, возьмём наш коллектив, да, ну, мне понравилось, как сегодня выглядит моя коллега, у неё красивая прическа, красивый маникюр, очень идёт это элегантное платье. Ну, я так подумала, но не сказала об этом. Но очень часто такое бывает, да, или там понравилось, ну, очень красиво сочетаются туфли там с платьем, то есть красивый образ. На самом деле нужно об этом говорить, говорить искренне и учить этому детей. То есть если мы увидели что-то хорошее, мы должны сделать комплимент, он должен быть искренним, потому что и так складывается коммуникация у нас, да, благожелательно, и тому человеку, которому делал комплимент, мы повышаем настроение, повышаем самооценку, ему хочется ещё больше, да, может быть, за собой ухаживать, ещё больше за собой следить, если это касается внешности, если касается его каких-то ещё личностных качеств, да, ему ещё хочется больше расти. То есть комплимент, он стимулирует, стимулирует человека. Стараться не обижать людей злыми словами. То есть нужно очень чётко, да, понимать, ребёнку нужно понимать, что такое злое слово, да, что оно очень часто ранит больнее даже, да, чем просто, допустим, когда нам причиняют физическую боль. То есть над этим тоже нужно говорить. Не говорить обидных прозвищ, да, почему. И нужно обращаться к человеку по имени. То есть вот такие элементарные вещи, ну, мы должны об этом говорить. Есть правило для говорящего. Есть правило для слушающего, да, элементарно. Опять же, не перебивая того, кто говорит. Если ты что-то хочешь сказать, да, сначала извинись, извините, что я вас спросить, и что перебиваю. То есть такие вещи. Ситуации. Сейчас очень много и картинок, и книг, и возможностей много. Вот эти ситуации можно и показать, и проиграть, и чтобы это было отработано, да, в какой встречевой ситуации, как я себя веду. Уметь слушать, да, собеседника. Это тоже важный навык, который формируется постепенно. Но, к сожалению, некоторых, даже уже взрослых людей, он не сформирован. Люди, которые не умеют слушать, с ними тоже непросто вступать в коммуникацию. Вот. И здесь я, конечно, обращаю ваше внимание. Конечно, это игры на обогащение словарей, этикетной формы. Это различные игровые ситуации. Ну, вот, например, кто скажет больше слов приветствий, да, а как сказать бабушке, маме, другу, так далее, приятное слово, какое, в какой ситуации. Обязательно рефлексируем, обсуждаем. Пригласи подругу на день рождения или друга, чтобы она поняла, что ты будешь очень рада её приходу. Поблагодари друга за подарок, так, чтобы он понял, что его подарок тебе очень понравился. То есть вот мне подарили подарок, как я должна отреагировать, да, порой и взрослые не научились и не умеют правильно реагировать на подарок. Формула комплиментов. Посмотрите, одобрение внешности. Ты сегодня выглядишь очень нарядно. У тебя красивая улыбка. Одобрение личностных качеств. Ты очень весёлый. Одобрение деловых качеств. Ты хорошо рассказываешь сказки и так далее. Это тоже наша формула. То есть я так оцениваю детей. Я делаю им комплименты, и они учатся, и они это тоже говорят и делают. Очень важен этикет телефонного разговора. Это отдельная тема, но дети сейчас очень рано, да, у нас общаются уже, да, именно по телефону. То есть у нас вот это средство коммуникации доступно. А как правильно общаться по телефону, вот этот этикет общения, опять-таки мы должны, конечно же, учить, да, это, то есть как правильно приветствовать, как общаться, и как общаться, если тебе звонит незнакомый человек. То есть здесь всё нужно проговаривать, и уже в раннем возрасте эти темы затроют. Ну и, конечно же, коллеги, очень у нас актуальна тема сетевого этикета, или, как сейчас говорят, с этикет на этикет правила поведения, общения в сети. Ну, в дошкольном возрасте дети, так скажем, уже в 6-7 лет, да, всё-таки уже пользуются, к сожалению или к счастью, интернетом, ну, как бы это уже наша реальность, а вот уже в начальных классах они активно, да, начинают пользоваться. То есть правила общения, правила поведения. И для нас это очень важно, потому что всё остаётся, вот эта вот цифра, всё, что там зафиксировано, всё остаётся. Ну, вот я здесь вижу, да, пожелания. Да, здесь, конечно, и нам нужно правильно общаться, и с родителями, и то, что мы написанное пером не вырубишь топором, то, что мы там написали, да, и как мы это написали. Вот это всё очень важно. Вот, порой эмоционально, да, вот здесь очень много моментов, на самом деле, здесь отдельная тема, безусловно. Но, тем не менее, когда мы общаемся контактно, с глазу на глаз, эмоция, наша мимика, интонация, она может правильно, да, то есть подать эту информацию. А вот в общении в интернете здесь уже чёткие должны быть формулировки, потому что там нет этой эмоциональности, там нет контакта визуального. Поэтому очень чётко нужно думать, да, и писать. Вот это и есть этикет, но это отдельная, конечно, тема. Спасибо. Так, и, конечно же, вот раз у нас дети дошкольного возраста, раз у нас дети в начальных классах, конечно же, это мультфильмы, да, это кино, это кейс-технологии, это игровые ситуации, и, конечно же, книги, книг очень много по речевому этикету, да, опять-таки мы обращаемся, с одной стороны, к книге, это очень хорошо, с другой стороны, мы обращаемся к речевым формам, да, ну вот, например, здесь некоторые привела я, да, вот вы видите, и вы сами, у вас есть там любимые какие-то уже вещи, можете тоже делиться ими, писать. Вот, ну, если говорить о последних вот таких вот мультфильмах, у нас любимый такой фильм был, да, Чебурашка, в наше время, ещё тогда, сейчас вот сняли фильм, я вот специально на него сходила, посмотрела, есть ситуации, да, то есть можно брать какие-то ситуации из мультфильмов и анализировать с детьми на речевые, вот эти этикетные формы, на правила поведения, то есть правильно ли себя ведут герои, а как бы ты себя повёл, а что они сделали не так, к чему это привело, да, то есть обязательно нужно вот анализировать ситуацию, должна быть рефлексия, то есть почему, зачем, а как было лучше, да, вот на что нужно обратить внимание, вот те примеры, о которых я говорила, вот Формановская, да, Наталья Ивановна нам приводит, здесь обязательно, то есть обращаем внимание на ту или иную ситуацию, вот, с детьми нужно говорить, и эту мысль нужно доносить до родителей, когда мы с детьми говорим, когда мы их учим на собственном примере, когда мы объясняем доступно на их языке, тогда, конечно, будут результаты. Сейчас возможностей очень много у нас, поэтому абсолютно все ресурсы мы можем использовать, и я думаю, что результат будет. Уважаемые коллеги, на этом я хотела бы завершить нашу встречу, и я очень надеюсь, что вы будете транслировать нормы этикета, этикетные формулы, сами будете образцом этикета для своих воспитанников, потому что это важно. Именно мы несем культуру в массы, именно мы формируем будущее поколение. Всем большое спасибо, и пусть вас окружают люди, которые владеют культурой речи, для того, что мы должны от общения получать удовольствие, мы должны получать эмоциональный отклик. Большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok